Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и я, Гульнур Жакен, расскажем вам о главных событиях этого дня. Сегодня в программе. Свадебный кортеж не помог угонщику скрыться от полиции. Задержали разыскиваемого преступника. Цены на продукты питания повысились. Сотрудники ЦОНа с партией Нур-Отан обсудили основные приоритеты посланий президента. Только совместными усилиями мы сможем воспитать патриотов независимого Казахстана, питающих искреннюю любовь и уважение к своей родине, ее флагу, гербу и гимну. Так было заявлено на заседании комиссии по государственным символам в областном окемате. На заседании рассматривались вопросы, в общем-то, обыденные и вполне понятные. Но именно в этом и кроется проблема. Обыденность порой заслоняет значимость дела государственной важности. На сегодняшнем заседании комиссии мы рассмотрим вопрос от итогов изучения членов рабочей группы, состояния дел по пропаганде и применению государственных символов преступников государства в городах Теозерск, Сарань, Автовойскам, Бухарновскому району и в Управлении по вопросам молодежной политики, Таргангинской области. Была заслушана информация руководителя Управления внутренней политики Нурлана Рыстина. Он отметил, что в названных городах и районах в целом ведется определенная работа по правильности применения государственных символов. В учреждениях, где побывали члены рабочей группы, имеется в наличии государственная символика, аудиозаписи гимна Республики Казахстан, другие необходимые документы. Городские и районные комиссии осуществляют общую координацию работы по пропаганде и применению государственных символов в соответствии с утвержденными планами. Сформировано список предприятий всего 29, имеющих лицензию на производство и изготовление государственных символов, которые направлены нами во все города и районные области. Изготовители государственных символов регулярно принимают участие в работе областной комиссии по государственным символам. В то же время членами рабочей группы в ходе проверки был выявлен ряд недостатков. Так, в Приозерске на здании отдела занятости и социальных программ государственный флаг на момент посещения был порван. В Саране на здании Дома культуры не был установлен государственный флаг. В Актагайском районе на здании суда номер 2 государственный герб выцвел и не соответствовал национальному стандарту по цветовой гамме. В Бухар-Жираусском районе государственная символика на восходе здания аппарата Акима Доскийского сельского округа не соответствует цветовой гамме национального стандарта. В комитете руководителя управления по вопросам молодежной политики государственный флаг перевернут, из-за чего его отдельные элементы расположены в противоположной стороне. Кроме того, стена, на которой находится государственная символика, заставлена посторонними предметами. Это не мелочи, это уважение и принятие государственной символики. О принятых мерах по устранению этих и других недостатков доложили Акимы названных городов и районов, а также руководители управления по молодежной политике. Иногда, к сожалению, коллеги в ежедневной своей текущей работе упускают такой важный элемент нашей работы или считают, что это один раз наладили, оно само собой двигается. Практика показывает, что на самом деле это не так. Сегодня, учитывая авторитет Казахстана на мировой арене, роль государственных символов необычайно велика. В этом вопросе нет и не можно быть мелочей, подчеркнул Аким области. Свадебный кортеж не помог угонщику скрыться от полиции. Сотрудники областного батальона дорожно-патрульной полиции, управления административной полиции ДВД Карагандинской области задержали разыскиваемого преступника. Молодой человек находится в межгосударственном розыске, равно как и его машина. Ее угнали в городе Экибастуз Павлодарской области. В багажном отделении машины при осмотре полицейские нашли еще несколько государственных регистрационных номерных знаков. Один комплект номерных знаков был из Павлодарской области. Молодого человека, приехавшего погулять на свадьбе на угнанной автомашине, задержали и доставили в отдел полиции. В ближайшее время он будет передан сотрудникам ДВД Павлодарской области, где ему и предстоит ответить за совершенные преступления. Как оказалось, 25 сентября молодой человек, житель города Караганды, который работал в Экибастузе в одной из фирм, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, угнал машину, на которой работал. В ДВД Карагандской области из города Экибастуз приехала владелица угнанной автомашины. Елизавета Рогова поблагодарила инспекторов за работу и пожелала им здоровья. И снова повышение цен на продукты. С начала текущего месяца стоимость таких продуктов, как мясо, подсолнечное масло, подорожали аж на 15%. Кроме того, заметно увеличились цены и на фрукты, и овощи. Однако в Акимате эту информацию отрицают. Пенсионерка Елена Ли Циангуй продуктами первой необходимости закупается каждую неделю. Чтобы сэкономить небольшую пенсию, женщина приходит на базар, так как именно здесь можно приобрести товары по низким ценам. Однако последние изменения в стоимости продуктов Карагандинку не обрадовали. Цены на продукты увеличились значительно, что повлияло на ее семейный бюджет. И колбаски, и мяки вообще, все подорожало. Сегодня на рынке горожане платят за каждый продукт в два раза больше, чем обычно. Продавцы объясняют это тем, что цены растут согласно рыночной экономике. Подорожал бензин, повысились и цены на товары, уверяют они. Более того, на 10-15% поднялись и цены на привозные овощи и фрукты. Все зависит от того, как подорожал дорожный расход, например, транспортный, таможенный расход. Как повышают они цены, естественно, товар, соответственно, приезжает сюда уже подороже. Мы просто продавцы. Как известно, овощи и фрукты на рынке города привозят из южных регионов. Потому продавцы для своей же выгоды устанавливают свои цены. А вот мясную продукцию на коммунальных рынках города представляют сельские товаропроизводители. У них также возникают много сложностей из-за повышения цен на бензин. В основном мы работаем с товаропроизводителями из сельских местностей. Они привозят нам по одной цене, мы продаем по другой. Но много не прибавляем, потому что из-за цен на топливо у них тоже бывают сложности. Тем временем в Акимате об изменениях стоимости на продукты отрицают. Говорят, мониторинг в торговых павильонах проводят по графику. Защительных повышений нет. Ситуация с ценами на продукты первой необходимости под контролем, заверяют чиновники. Гульнор Жакенко, Эрат Рашитов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Тихо и спокойно повышаются цены и на проезд в городе Металлургов. Если карагандинцы протестовали против 80 тенге, то тимиртауцы задумались о почти 100 тенге. Мелочевка в 90 тенге должна быть в кармане каждого жителя Тимиртау. С таким предложением к депутатам выступили руководители городских транспортных компаний города Тимиртау. Из-за повышения цен на топливо чиновники намерены повысить стоимость за проезд до 90 тенге. Я не могу своим работникам в течение долгого периода времени поднять заработную плату. У меня тоже люди работают. Ежегодно. Правительство, решение правительства, послание президента. Ежегодно повышает всем бюджетникам заработную плату. Когда я им подаму? Основным аргументом руководства транспортных фирм стал недавний дорожный коллапс. Напомним, 21 сентября из-за нехватки топлива на линию не вышло около 100 пассажирских автобусов. Депутаты и руководители фирм-перевозчиков в переговорах только сошлись на том, что подобное решение может привести к негативным последствиям среди жителей. Ведь общественным транспортом в основном пользуются обычные горожане. И такой резкий подъем цен может отрицательно повлиять на благосостояние населения. Если бы я получала, например, 100 тысяч, допустим, я бы, может, уже ездила. А если получаю 40 тысяч, для меня 90 тенге – это очень дорого. Будет ли проезд в Тимиртау дороже, чем в Караганде и Астане, предстоит решить народным избранникам. А пока в городе Металургов цена в автобусах остается прежней – 50 тенге. Лариса Хусейнова, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. В рамках регионального молодежного форума «Экспо-2017» Департамент молодежной политики провел информационные мероприятия. В нем участвовала молодежь Караганды и волонтерское движение «Жасл-Ель». Это мероприятие проводится во всех областях, так как его основная цель – это популяризация «Экспо-2017» среди молодежи, чтобы они были более активны в проведении этой масштабной выставки. «Экспо-2017» – это всемирная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Первая всемирная выставка была проведена в Гайдпарке в Лондоне по инициативе принца Альберта. Главной достопримечательностью выставки был хрустальный дворец, возведенный Джозефом Паркстоном из железа и стекла. В 2017 году впервые выставка в Астане будет не хрустальной, а технологичной, с показом проектов технических достижений будущего. Честь, что именно наша страна будет проводить эту международную выставку. На молодежном форуме главной целью было привлечь молодежь к этой выставке, чтобы она заинтересовалась в ее проведении. По словам организаторов, молодые люди активно принимают участие в обсуждениях и не только. Мы проводим очень много мероприятий в регионах. Мы же сольели, трудовые отряды поддерживают нас сейчас. Ведется активная работа с молодежью. К другим новостям. Сотрудники ЦОНа с партии НОРОТАН обсудили основные приоритеты послания президента, для того, чтобы правильно понять и выполнить поручения и задачи Ельбасы. Казахстан ставит целью войти в 50 самых развитых стран мира. Для достижения этой цели нужно сжаться в кулак и работать сообща. «Если будешь работать, думая о будущем нашей страны, то и государство поддержит тебя», отметил глава государства в своем послании Менглекьель. Но, тем не менее, мы должны очень стремительно и быстро развиваться и идти вперед, так же быстро, как и другие государства мира, все, кто нас окружает. Во время встречи обсуждались особенности и важность послания. По ходу встречи разносторонние рассматривались цели и задачи, которые дают направление будущему. Также рассматривались обеспечения работы инвалидов региона и их совместная работа с обществом. И партия Нур-Утан очень сильно подключилась. Мы, значит, ежекаждую среду проводим прием инвалидов, но мы не ожидаем их именно в среду. Если в течение недели приходят к нам люди, то мы стараемся оказать им содействие. То есть мы звоним в центр занятости, узнаем, какие виды работ есть, затем, значит, советуем, куда чего можно пройти человеку. После обсуждения послания под названием «Один народ, одна страна, одна судьба» надеемся на будущее поколение, чтобы продолжать наши начинания. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу «А», а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» морозостойкий, надежный, прочный. 75% воды можно будет возвращать в технологический процесс при использовании отчистной установки, которую разработали физико-химической лаборатории «Каргу» имени Букетова. Проблема сохранения водных ресурсов стоит перед многими государствами. Сегодня в большинстве случаев используемая вода в производственных процессах просто сбрасывается в водоемы. Александр Бутов, ведущий специалист лаборатории физико-химических исследований «Каргу», задался целью сохранить отслужившую воду и вернуть ее очищенный в технологический процесс. На данном этапе мы представляем действующий демонстрационный макет очистительной установки производительностью 150 литров в час. Эта установка очень маленькая, собрана своими руками, собрана на свои собственные средства. Применение подобной установки просто необходимо на таких малых предприятиях, как прачечные, мойки, котельные. Зарубежные фильтры, которые предлагают поставщики, не подходят для казахстанской воды. Она очень жесткая. Картриджи постоянно сбиваются и выходят из строя. Фильтры для установки пришлось разрабатывать самостоятельно. Собственные конструкции из отходов, местных отходов, растительных отходов, стекольных отходов, промышленных отходов. Подобная установка уже работает в Тихоновском карьере и на одной из автомоек Караганды. Правда, больше никто не заинтересовался очистной установкой в промышленных масштабах. На создание грант, выдвигаем свои предложения на грант, на создание опытного промышленного образца для использования в наших предприятиях малого и среднего бизнеса. С помощью подобной установки можно довести очистку воды до питьевого уровня. Правда, ее надо доработать. Водоочистные сооружения Караганды справляются со своими обязанностями, но они громоздкие, затратные и имеют, надо сознаться, устаревшее оборудование. Лаборатория контроля качества питьевой воды – аттестованная лаборатория. Штат лаборатории – 40 человек. Она состоит из трех химических отделов, и одного микробиологического отдела, и паразитологического отдела. Анализы лаборатории выполняются в строгом соответствии с нормативными документами. Стандарты очистки питьевой воды соблюдаются, но потребители все равно вынуждены дочищать ее с помощью покупных фильтров, хотя вода проверяется в разных частях города и неоднократно. А наша вода казахстанская, ну, очень жесткая, и их фильтра забиваются, и часто меняются карты. Вот фирмы покупают их, они часто приспособились для того, чтобы купили, прошли на свои деньги, купили вот эти банки, и уже наполнение наше, наполнение тут стоит везде наше фильтра. Я вам сейчас покажу, и все мы делаем. С питьевой водой в Караганде порядок, но сохранность и возврат используемой воды в непрерывный цикл можно увеличить, что приведет к сохранению водных ресурсов. Надо только обратить внимание на предлагаемую установку по очистке воды, которую создали в лаборатории физико-химических исследований Каргу. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Первый Карагандинский. Новости спорта. В рамках открытого чемпионата Республики Казахстан Беркут на своем льду уступил хоккейному клубу «Астана». Столичная хоккейная дружина одержала победу над хоккеистами Беркута со счетом 4-2. Первый период игры, благодаря шайбе Киселева, гости выходят вперед. До конца периода счет остался нетронутым. Во втором отрезке игры гости, играя в большинстве, удваивают преимущества. Сначала Иванов, а затем Баринов забивает шайбу. Игрок Беркута Сафин сокращает разрыв в счете. В третьем периоде игры Пономарев записывает на свое имя шайбу. Но окончательную точку ставит гость из столицы Репкин. Счет 4-2. Победа «Астаны». Карагандинский хоккейный клуб «Беркут» занимает 9-е место в турнирной таблице в чемпионате страны. Юные мастера кожаной перчатки собрались во дворце спорта имени Нуркена Абдирова, чтобы определить, кто же будет представлять наш регион на зональных соревнованиях. Побоксировать собралась вся область. Первенство области среди юношей собрало более 180 молодых спортсменов из городов Жезгазган, Балхаш, Садпаев, Тимртау, Абайского и Нуринского района. Именно на таких соревнованиях когда-то боксировали наши знаменитые боксеры, как Серик Сапиев, Геннадий Головки и Серик Елеов. Отбираем команду лучшую, которая будет представлять нашу область на зональном первенстве, которое сейчас еще и определяется. Вроде или в Жезгазгане, или в других городах, но я думаю, что с этих турниров выйдут хорошие боксеры. Наша цель здесь выбрать хороших боксеров и чтобы они достойно выступили на других соревнованиях. Благодаря соревнованиям у юных спортсменов растет уровень мастерства, закаляется характер и появляется мечта стать чемпионом. Исаинов Адыль занимается боксом уже 4 года. Учится и тренируется в спортинтернате. Мечтает стать чемпионом мира и Олимпийских игр. Его поединок открыл соревнование, где он вышел победителем. Бокс в нашем регионе пользуется особой популярностью. Наш город всегда славился боксерами, которых признавал весь мир. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Амансово Волгстер. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»